Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Павел и давайте представим нашего маленького соведущего. Здравствуйте. У нас сегодня еще Алина Федорова. Участник среды образовательных возможностей. И очень интересуется темой развития образования и взаимодействия со школой. Добрый вечер. Добрый вечер. Привет. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это мы выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. Самостоятельно принимать решение, делать осознанный свой выбор, иметь свою точку зрения. Не каждый взрослый человек может этим похвастаться. Так когда же человек становится самостоятельным? Когда ребенок научился держать ложку и может сам одеться? Или когда же начинает жить отдельно? А может, когда ему ничего не нужно напоминать и человек сам несет ответственность за свои поступки? В этом мы сегодня постараемся разобраться. До эфира мы собирали мнения нашего подрастающего поколения, спрашивали, что они делают самостоятельно. Обязательно познакомим вас с ним в нашей рубрике «Детское мнение». Видео-версию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твериград. Итак, тема программы «Самостоятельность и мотивация». Давайте начнем с того, что вообще такое самостоятельность. Ну, возьму я первое слово, наверное, дам некое определение, которое можно найти, все остальное, что самостоятельность – это свойство личности, проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение. Достаточно сложные слова. Давайте теперь более простым языком расшифровывать. Да, это такое вот определение, но на самом деле, если разобрать его поэтапно, то есть это человек, который проявляет инициативу, проявляет критичность к чужим действиям, к чужому мнению, к выбору или к вариантам, которые ему дают. Сам определяется с вариантом самостоятельно, еще несет за это ответственность, то есть самостоятельно. Если брать, грубо говоря, в простонародье, то это ребенок начинает уже владеть некоторой самостоятельностью, когда начинает что-то делать сам. Несамостоятельный. Ну, то есть вот держать ложку, это можно считать уже самостоятельностью. Да, это уже проявление самостоятельности некоторой ее формы, завязывать шнурки и одеваться сам одежду, одевать сам одежду и все остальное. То есть несамостоятельный у нас только человек, когда он родился, когда он еще полностью требует во всем помощи и в передвижении, и в кормлении, и во всем остальном. То есть и вот с этого момента он начинает учиться, как мы уже не раз говорили, с того, что видит от родителей, с того, что он видит вокруг, и как бы набирается этому опыту. Когда он набирается опыту, соответственно, у него начинают проявляться эти все качества, которые я перечислил в определении. Соответственно, здесь главное не убить эту самостоятельность. То есть самый такой яркий пример, все его видели, по крайней мере, люди, кому может быть там чуть больше 20-25, это мультик, по-моему, про Вовочку. Когда за ним все бегали и до армии, и там уже и в армии даже, и бабушка с ним, и дедушка с ним, и генерал не знал, кому там приказы отдавать, то ли бабушке, то ли еще. То есть человек полностью не самостоятельен, который не может ничего сделать сам. Не одеться, не умыться, не чай попить, не все остальное. Это вот такие крайности. Но в любом случае, к сожалению, сейчас их немало на самом деле, сейчас это не единичные случаи, по крайней мере, они есть. В любом случае, самостоятельность, безусловно, ребенок копирует родителя, но в любом случае, самостоятельность, она сама-то не появляется, да. И, безусловно, родитель должен ребенка приучать как-то к самостоятельности, воспитывать в нем самостоятельность. Когда нужно начинать приучать ребенка к самостоятельности? Ну, здесь, наверное, можно сказать то, что есть самостоятельность во внешних проявлениях каких-то, да, это завязать шнурки, приготовить, значит, что-то приготовить. Но в любом случае родитель должен научить ребенка завязать шнурки. Да, если ребенку нужна в этом помощь, да, в этих элементах это необходимо. Вот, но есть большой пласт вещей, которые крайне важны в самостоятельности, это самостоятельное мышление ребенка и человека вообще, чтобы человек мыслил самостоятельно, это целая, это более сложная конструкция. Показать это, к сожалению, очень тяжело, вот, только на каких-то примерах, которые косвенно к этому, это показывают, ну, то есть как родители могут показать самостоятельное мышление свое. А что вы имеете в виду под самостоятельным мышлением? То есть когда ребенок начинает распознавать предметы, понимать, что стол это стол, родитель это родитель, или когда он уже принимает сам решение, куда ему пойти, что ему нужно взять? Самостоятельность, да, это более широкое понятие. Мы говорим про детей, да, мы говорим про детей. Да, но на самом деле оно такое же, как и у всех людей, первая основа самостоятельности, это понимать… Что ты хочешь. Да, что ты хочешь, все верно. А чтобы это понять, это целая процедура, то есть родитель может подсказывать что-то там, да, исходя из своего опыта, но только из своего опыта, потому что он, если ребенок будет копировать просто это, то будет, понятно, несостыковка, и она очень часто возникает. А когда ребенок понимает, что он хочет, вот по вашим каким-то наблюдениям? Можно я еще скажу про самостоятельность и про возраст самостоятельности, и самое главное про копирование родителей как раз дополнить. Про копирование родителей, ребенок может остаться просто, ну как бы, он может не понимать, что происходит сейчас, потому что мир очень быстро меняется. Например, когда-то телефонов не было, когда-то они были кнопочные, и все очень быстро меняется, и ребенок, копируя родителя, может просто быть вообще не в мире, ну как бы, нигде. А еще он, ну как бы, может быть, немного не похож на ребенка, или же похож на слишком маленького ребенка, не знающего ничего, потому что, ну то есть даже такой пример есть в моей жизни. Вот видите, какая насыщенная жизнь у ребенка. Можно я тоже дополню Артему еще, что вот самостоятельность как таковая, она не подразумевает отказ от помощи. Она все-таки подразумевает критическое мышление, и в нужный момент самостоятельный человек может обратиться к помощи или с просьбой о подсказке. То есть мы ни в коем случае не говорим, что это человек, который делает все сам. О детях мы не говорим, не о взрослых, так же и взрослые могут попросить о помощи. Конечно, мы во всех передачах это говорим, что ребенку надо помогать, когда он просит, и надо подсказывать, когда он просит просто подсказывать, не путать понимание. Ну, либо когда он находится в какой-то беде, может попасть в беду или критическую ситуацию. Нет, мы не берем крайнести случаи, то есть жизнь ребенка и здоровье ребенка это в приоритете всегда, да. Вот, да, и поскольку основа самостоятельности это понять, что ты хочешь, вот, и дальше идет, да, разворачивание этой конструкции, после того, как ты понимаешь, что ты, начинаешь понимать то, что ты хочешь, ты начинаешь пробовать что-то делать, вот, и на этом пути ты видишь результат, ты понимаешь, это тот результат или не тот, который тебе нужен, и каким он образом взаимодействует с той средой, которая вокруг тебя родители, социум, общество, вот. Вот, и исходя из этого результата делается рефлексия, оценки того, что произошло на те воздействия, которые оказываются, и возникает уже корректировка, и таким образом этот процесс закольцован, он действует, 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 действует. И самое главное в этом процессе, как Паша правильно сказал, это не, его не повредить, этот процесс, не подменить какими-то своими частями эти части, или же отключить какую-то часть, например, рефлексию очень легко отключается, когда мнение родителей говорит, что на самом деле это так. Угнетается, да. Да, да, и уже самостоятельная оценка результата, она уже считается как бы, ну, не такой важной, не такой правильной. Плюс оценки. Вот смотрите, мы очень часто сталкиваемся с оценкой в садике, в семье, в школе, что ребенку говорят, это неправильно, так не должно быть, или еще что-то. Особенно это преобладало в советской и в постсоветской школе, когда, ну, лично мой пример, когда... Давайте прямо на примере. Да, лично мой пример, когда я встаю на уроки литературы, это уже был последний класс моей школы, да, там девятый, я перескочил, ну, восьмой, девятый класс, и говорю, не помню, то ли по Чацкому, то ли еще по какому-то, свое мнение выражаю. А мне как бы говорят, учитель, садись давай, я говорю, почему? А вот ты говорил там, грубо говоря, не по Белинскому, который писал все предисловия, да, и очерки про эти книги, поэмы, рассказы, да, встает другой мальчик и начинает меня защищать. Как так говорить? Вы же попросили собственное мнение, и он высказал, садись два. Вот, понимаете, вот такими вот рубками и в школе, и в семье, и даже в детском саду может быть обрублена вот эта вот критичность мнения. То есть, когда обгоняют в стандарты, да, не дают выражать своего мнения. А, это трудно назвать это даже стандартом, то есть, что такое стандарт? Ну, одна книжка не может быть стандартом. Есть классики, есть признанные критики. Ну, это вот, знаете, как в прошлой или позапрошлой передаче мы говорили про авторитеты, кто-то кого-то признал, и вот он считается главным, который все знает. Да не может быть такого. Это раз. А это не стандарты, скорее всего, поведения человека конкретного, который загнан в какие-то структурные рамки и по-другому просто даже не знает, как оценить то, что сказали. То есть, если сказали азбуку от Адая, что... То есть, что-то пошло не по сценарию, да, скажем так? Что-то пошло не по сценарию, да. Не по сценарию. Пошло не по сценарию, садись, два. Ну, вот живой пример у меня, он у меня в памяти отложился, наверное, всю жизнь со мной пробудет. Ну, смотрите, нередко, в принципе, родители многое делают за ребенка со словами «придет время, научится» или «пойдет в школу, сам начнет переодеваться». Получается, вот как обучение плаванию, да, когда ребенка просто бросают в воду, да, и без круга. Должен родитель ли как-то досконально готовить ребенка к самостоятельности? То есть, тебе нужно научиться, например, переодеваться, да, там, до школы, к примеру. Тебе нужно научиться, там, вот, отстаивать свое, там, мнение, к примеру, выражать свое мнение. Или для каждого должен быть все-таки индивидуальный вариант, и шнурки каждый ребенок должен, не обязательно должен завязывать, там, допустим, учиться в 4 года, а, допустим, ну, для кого-то это для школы. Вот что вы по этому думаете? По-моему, это про шнурки, например, даже. Например, есть куча обуви без шнурков, и, в принципе, вот, как бы, если ребенок так и не научится завязывать шнурки вообще, как бы, даже для него есть альтернативные варианты, и он не будет считаться каким-то изгоем общества, если он не будет уметь завязывать шнурки даже, там, в 39 лет, или в 45, или вообще умрет, не умея завязывать шнурки вообще. Вот, а вот про ваш вопрос, да, про самостоятельность, тут вопрос, знаете, он, наверное, во многих сферах, вот, в таких взрослениях присутствует. Что нужно делать? Заставить ребенка самостоятельно или как? Или как его научить быть самостоятельным? Ну, потому что я знаю, по моему личному опыту, главное, вовремя начать отстраняться. То есть, если ты понимаешь, что человек уже может сделать сам, не бежать к нему на помощь, не знаю, там, с ложкой или со шнурками наперевес, да, зациклились на шнурках сегодня. Вот, соответственно, как бы, пусть он сделает сам, как сможет. Первый раз не получится, второй раз не получится, на третий раз получится. Пока он не попросил помощи, не лезет. А что же делать, если не получилось? Спросить его. Ну, разговор между двумя личностями всегда возможен. Если человек критически настроен, у него нормально развито мышление, все остальное, по-доброму, по-хорошему сказать. Может быть, помочь? Давайте я сейчас покажу, а в следующий раз ты сам. Да, все так же. И опять-таки, второй вопрос возникает вот это вот некого, в кавычках, «эждивенчества», да, когда ребенок, «мама, я хочу, найди мне колготки, или где мои носки?» Ну, вот, знаете. Ну, да, да, почему ты не хочешь найти? Ну, просто не хочу. Ну, вот стоп, да, вот тут можно сказать, извини, я сейчас собираюсь, опять-таки, две личности разговаривать. Я сейчас собираюсь, у тебя всегда все было на одном шкафчике. Найди, пожалуйста, себе носки. А если ребенок начинает капризничать в этот момент, какая реакция родится? А, как-то бы с самостоятельностью до капризы. Тут работа с эмоциями, нужно относиться спокойно. Во-первых, нельзя не реагировать, как многие, ну, и в моем опыте такое было, да, просто изначально, давайте не будем реагировать, он успокоится сам. Иногда помогает, иногда нет, иногда может довести до... Иногда концерт усиливается. Да, иногда может довести до истерики. Вот, несколько хороших примеров взять и обнять ребенка, особенно, если это маленький ребенок. Пусть почувствует, и просто спокойно проговорить. Мама, папа сейчас, как бы, вот тоже заняты делами, ты можешь все сам, я в тебя верю, ты у меня настоящий герой. И ребенок, я думаю, успокоится, вытрет слезки и сможет сделать... Пойдет искать колготки. Дай бог, да, найдет носки. Это программа «Время и дети», мы продолжим через несколько рекламных минут, не переключайтесь, мы обязательно после рекламы сразу же послушаем детское мнение. «Время и дети» «Время и дети» в эфире «Пилот радио» Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей «Совым» и Павел Хилько, основатель детского клуба «Верх тормашками» арт-педагог. Я, Анастасия Николаева, и у нас сегодня Алина, маленький наш эксперт. Сегодня мы разбираемся, что такое самостоятельность и что такое мотивация, как ребенка мотивировать на самостоятельность. До эфира, до рекламы мы обещали вам послушать детское мнение. Мы собирали мнение детей на тему, что ты дома и вообще в жизни делаешь самостоятельно. Вот такие мы получили сегодня ответы. Детское мнение. Я плеваю клавать. И я под металл полы. Леплю, рисую, вырезаю, смотрю картинки, смотрю комиксы. Играю в игры, лего собираю, в компьютерные игры разукрашиваю. В принципе, я сам ничего не делаю, в комнате я не прибираюсь, готовить себе я не готовлю. Уроки я сам не делаю, потому что я лентяй, но вот бутерброды на завтрак себе могу сделать, в школу сам дойти могу, с младшим братом посидеть, в саду поработать по маминой просьбе. Вот такое у нас детское мнение, такие ответы мы получили, и очень интересно получилось. Ну, как всегда, дети отвечают честно, я лентяй, нас это очень сильно удивило. И с другой стороны, один из мальчиков отвечал, как много он всего делает. Он играет и в компьютеры вырезает, и цветы поливает, и что много всего делает. И явно это было слышно, что он гордится, какой он маленький, но уже самостоятельный. Самостоятельный. Как вы прокомментируете то, что сказали наши детки? Ну вот смотрите, если первый ребенок прямо разложил, что он может делать, что он может делать, ну, не считается, это и есть самостоятельность ребенка. А второй, на самом деле, так критично, я бы не стал подходить, ленивый. Тоже абсолютно самостоятельный человек, который критично оценивает себя. Да, да, но он делает бутерброды сам, и он оценивает, что сам он не хочет делать. Отсюда мы переходим от самостоятельности уже к мотиву, то есть к мотивации этого человека, который сидит внутри него. Не хочет он уроки делать, неинтересно ему это. Но надо. Да, это знаете, как тоже один психолог сказал, известный, не буду говорить имени, боюсь запутаться, но он сказал, уборка в комнате. Мама приходит, он не убирается в комнате. Он такой, ему говорят, вы лезете к ребенку. Он не убирается в комнате. Чья комната? Ребенка. Так это его комната, не лезьте к нему в комнату. Нет, это ж моя комната, это ж мой дом. Ваша комната, так сами убирайтесь. То есть мотив у человека какой должен быть внутри. Хорошо, а значит, родитель должен мотивировать ребенка? Родители мотивировать. Хороший вопрос. Или кто должен мотивировать ребенка? Вот тут вопрос с определениями слова мотивация и стимулирования, к которому мы идем. Мотив исходит чаще всего изнутри, но особенно вот в социальной, в семейной жизни. Мотив может быть и снаружи сделан родителями, ну, всякими условиями созданными, всем остальным. Родитель может стимулировать, либо сделать вот этот внешний посыл к мотивации ребенка. Но, по моему личному мнению, это очень схоже со стимулированием. Что такое стимулирование? Да, что? Давайте разберем, что стимулирование отличается от мотивации? Вообще, я вот говорю, когда смотришь определение, все очень просто становится. Стимул от греческого пастушья палка с крючком. То есть погонять скот, ну, как бы все. Мотив – это побуждение. Это характеристики внутренние или условия внутренней характеристики, которые побуждают к потребности, ну, к реализации своей потребности. Либо внешние, какое-то сложившееся, что у него вызвали эту потребность. То есть, в принципе, мотив – это осознание своей потребности. Вот. И вот эта вот замена мотивации и стимулирования происходит практически везде. Начинают погонять палкой, потом говорят, ну, у нас же такая сильная мотивация. То есть, если мы говорим, что уберись в комнате, я дам тебе конфеты, уберись в комнате, ты поиграешь в компьютер, или закончи четверть, хорошо, тогда мы купим тебе мячик, мы говорим о стимулировании. Это ближе к стимулированию, но вы создаете такую, как бы сказать, искусственную мотивацию внутри человека на короткий период. То есть, он уберется в комнате, получит конфету. Одну, вторую. Дальше-то что, торт подарить ему или как? Как это будет выглядеть? То есть, конфеты он рано или поздно сам начнет находить, а торты за каждую уборку, ну, вы не напасетесь. То есть, тут вопрос о том, что человек хочет. И опять-таки о развитии ребенка, как мы и говорили до этого, рано, ну, вернее, рано или поздно, да, хотел сказать, ну, наверное, рано или поздно он начнет убираться, он повзрослеет, он приведет тот порядок, который ему нужен на столе, под столом, в шкафах, во всем остальном. Я понимаю, что порядок нужен всем. Но вот в моем случае мы просто просим детей вечером так, чтобы можно было пройти по комнате. То есть, они все просто по углам раскладывают. И, в принципе, все. На этом мы практически... А как в ребенке воспитать мотивацию? У меня есть мысль по этому поводу, про то, как воспитать мотивацию. Про то, что там действительно его дело, и он может это делать, а может нет, например, та же самая уборка в комнате. Если ему не хочется убираться в комнате, и его вполне устраивает беспорядок, то путь не убирается, пока это не начинает смешать вам, пока он не начинает переставать убирать свои игрушки в какой-нибудь там гостиной или что-то такое. А про такую самостоятельность, которая как бы нужна ему, но которая как бы именно не то чтобы обязательно, а важна, прям так, то надо просто, чтобы ребенок даже сам понимал, что это, допустим, ему нужно тоже. А ты, Алин, убираешься сама в комнате? Только когда чувствую, что мне не нравится уже беспорядок. Но у меня, допустим, у меня на кровати, потому что я сплю на диване в гостиной, допустим, потому что мне просто не знаю почему, у меня нет для этого аргументов. У меня на кровати полный бардак, заваленный игрушками, я его убирать не хочу. Мне просто... А родители на тебя ругаются за это? Нет, только когда это начинает мешать им. Например, когда я не убираю за своей собакой. Это им мешает, я в принципе это делаю, хотя иногда не делаю, когда я совсем не хочу или забываю об этом. А когда ты... что побуждает тебя пойти и убрать игрушки? Если мне... если, во-первых, ну если мне хочется их реально убрать, ну то есть поиграла я в куклы, хотя я в них не играю, это просто пример. И их убрала, потому что мне не хочется, чтобы их сгрызла собака, например, потому что они мне важны, они мне ценны. А собака может пройти в комнату и просто их погрызть все. То есть вот это, давайте взрослые прокомментируют, вот это уже и есть, да, мотивация, когда собака, на примере, что собака может сгрызть игрушки, новые не купим, когда, то есть ребенок понимает на своих каких-то ошибках, на каком-то жизненном опыте, что сделай вот так, иначе будет то, что тебе не нравится. Потому что получается, что, может быть, не то, что не купим, а то, что эта игрушка очень важна, действительно, кукла важна, она очень ценна, она вызывает очень сильные эмоции. Если она исчезнет или она будет повреждена, то это очень сильно влияет, да, на человека и на ребенка тем более. Да, действительно, что нужно, чтобы создавать такие условия вокруг ребенка, чтобы у него возникали вот эти желания, да, вот эти вот понимания, что это нужно ему. А давайте вот опять на примерах, да, с куклами и собакой, с уборкой понятно, что придет и у тебя больше не будет. А еще примеры, вот как ребенка мотивировать? Например, чтобы у него возникала внутренняя мотивация, здесь одним из основных элементов является свободное время для ребенка. То есть, каким образом мы у нас это делаем в среде, да, делаются такие условия, чтобы у ребенка было большое количество свободного времени, большое количество, то есть 6 часов в день, например, свободного времени. И он в это время может делать все, что угодно. И когда особенно дети к нам попадают из школьной среды, да, сначала они какое-то время занимаются активной деятельностью. Делают то, это, третье и так далее, делают, 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 и это проходит некоторое количество времени, месяц, два, три, ребенок активен. Он делает все, что он до этого обдумывал, те мысли, которые у него были до этого. Все, что запрещали в школе. Все, что запрещали в школе, все, что ему было интересно сделать. И он все это переделывает. Но возникает такой момент, поскольку времени свободного очень много, возникает такой момент, когда он все переделывает, и делать уже нечего. То есть, ему приходится придумывать. То есть, он сначала прям видно по детям, что они попадают в такое состояние прострации, и они не понимают, что делать дальше. То есть, они как будто бы останавливаются, и просто ходят что-то там, смотрят вокруг, к одним подходят, к детям, к другим подходят, что-то пытаются поделать, с кем-то поговорить. Но темп резко падает, вот, и такая пауза проходит какое-то время, когда ребенок иногда бывает подходит, спрашивает, а дай мне какое-нибудь задание. То есть, нет уже своих, своих уже мыслей, уже не хватает, он пытается сначала взять извне. Мы говорим, что, ну, у нас нет заданий никаких для тебя, вот, что-то там, почувствуй, что тебе хочется в этот момент. И тогда он начинает понимать, что время свободного много, дел нет, и надо что-то придумать. А что придумать? Он начинает, поскольку нечего взять извне, никто не показывает, что надо делать, он начинает придумывать, исходя из себя. То есть, исходя из тех ощущений, тех мыслей, которые у него происходят, и он придумывает те дела, которые ему интересны. Он их пробует, вот, проходит их, получает какой-то опыт, дальше анализирует его, что-то оттуда убирает, пробует еще раз, может быть, даже в другом направлении. Вот, и таким образом, пробованием он находит те элементы, которые именно ему интересны. И вот это как раз и представляет индивидуальную траекторию человека. А если дети, скажем так, безинициативные, которым дается вот эта свобода, они не знают, что делать с этой свободой, и они сидят, не знают, что делать, но потом начинают, ну, к примеру, вот, не будут же они сидеть целый день, 6 часов и ничего не делать, и они начинают повторять за другим, более инициативным ребенком, который понимает, что он хочет повторять вот его игру, там, его какие-то действия. Да, это может происходить на какой-то стадии, да, сначала он может это попробовать, но он очень быстро понимает, что это ему не очень подходит, это не его, либо какие-то элементы из этого могут подходить, это тоже нормально, он их берет, но он понимает, что он может придумать что-то интереснее, чем просто повторение или чем делает другой ребенок, потому что он видит, что это ему в каких-то элементах не подходит. И тогда он делает другие действия, к которым уже другие дети подключаются. Ну вот хочу маленько прокомментировать Артёма. У него очень собрано практически всё, про что мы говорили. Про самостоятельность, мотив, стимулирование, про всё остальное. То есть изначально у него идёт критическое, креативное, вернее, извините, креативное мышление. У ребёнка начинает разработать, что он хочет. То есть он вырабатывает ту потребность, которую он хочет. И второй момент. Вот смотрите, мотивация, она там идёт подразделение физиологическое, ещё какая-то. У него есть мотивация к процессу. То есть когда кто-то делает, а другой присоединяется. Ему нравится просто процесс, что-то кто-то делает. А вот этот интерес тоже является мотивом, мотивацией. Просто само действие ребёнка. Он может даже к цели не идти. Ему, может быть, кубики нравятся, просто перекладывать. А приведу такой простой пример, как помочь ребёнка с чем-то интересным, с какой-то мотивацией у меня. У дочери был вопрос, что у них там тусовка своя в классе, третий класс. И, соответственно, как-то она не вписывается, чтобы поиграть. А я сижу вот одна на перемене или рядом с мальчиком. Не формат. Да. Я ей просто говорю, хочешь просто играть на уроке, и к тебе все пойдут? Хочу. Всё, у него проснился интерес, мотив, потребность в том, чтобы к ней подошлись, не общались. Я ей показываю простую игру. Вот эту висельницу, когда слова надо угадывать, человечка рисовать на висельнице. Два-три раза поиграли, ей понравилось. Потом ещё пару таких игр. Вот наших простых из детства игр. Приходит, всё, мы играли с Кириллом, подошёл, там, не знаю, Таня, Ваня, Боря, и все начали с нами играть. Понимаете? То есть человек радостный, он осуществил свою потребность, у него был внутри мотив это всё сделать. И с моей стороны была помощь, когда она попросила. То есть мотив создался внутри. Это программа «Время и дети». Мы продолжим через несколько рекламных минут. Время и дети. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы обсуждаем самостоятельность и мотивацию. Что может убить в ребёнке самостоятельность? Так, мнение нашего маленького эксперта. Про убивание в ребёнке самостоятельности. Главное не путать помощь и сделать за ребёнка. Иногда это путают дети, когда просят помочь ему и подразумевают под этим сделать вместо него. И в итоге происходит какой-то ступор. А бывает ты так хитрише, просишь у родителей помощи, а на самом деле тебе просто не хочется делать? Нет, ну, то есть то, что я могу делать, даже если мне это не хочется, я помощи не прошу. Но иногда ещё родители это могут впутать. И когда ребёнок просит помощь, сделать за него. Это ещё хуже, чем когда ребёнок так фактически обманывает. И так и может убиться самостоятельность. То, что ребёнок просто просит помочь, чтобы усовершенствовать то, что он делает, например, или помощь, потому что он не до конца что-то понимает, а родители делают вместо него. И самостоятельность ребёнка может не развиться, или же пропасть, если она уже появляется, и для этого нужна помощь. Также ещё есть кое-что, что я хочу рассказать. Это когда какие-то действия, похожие на детские вещи, которые делают дети, делают взрослые. Это могут... Ну, как бы это... Из-за этого могут возникнуть вопросы некоторые. Ну, я знакома, например, с одним таким хобби, которым занимаются взрослые часто достаточно. Ну, не часто достаточно, а могут заниматься вполне. Это коллекционирование кукол. Могут говорить там, что в кукол играют, или с этим путать, или что-то такое. Но это другое. Это уже другие куклы. Не игровые куклы какие-то, с непродуманным образом. Вообще просто, ну, просто чтобы поиграть. Типа, привет, привет, как дела, как дела. А куклы с продуманными образами, иногда бывают какие-то эксклюзивные куклы, и как бы люди их коллекционируют, ставят на полку, что-то ещё делают. Ну, в общем, просто коллекционируют их, а не играют. Ну что, эксперты, взрослые эксперты, скажите, насколько ребёнок прав в этом вопросе? Как не убить в детях самостоятельность? Да, здесь был озвучен очень важный момент, что действительно, когда ребёнок просит помощи, то нужно подмокать именно в том объёме, в котором он просит. И не нужно дополнительно от себя делать самостоятельные действия, что тем самым уменьшает, и, соответственно, самостоятельные действия ребёнка. И мотивацию. Да, и часто ещё бывает такой момент, что когда вот ребёнок спрашивает какой-то вопрос, особенно какой-нибудь сложный вопрос или какой-нибудь табуированный вопрос, то родитель начинает почему-то рассказ с каких-то основ. Не нужно основы затрагивать. Нужно ответить чётко на этот вопрос. Больше ничего. Если ребёнок задаст следующий вопрос, то тогда на него отвечать. Если не задаёт, чаще всего в 92% случаев ребёнку нужно знать ответ на конкретный, чёткий вопрос, который он задаёт. Ему не нужно всю систему знать. Вот. И в данном моменте действительно ещё, что касается самостоятельности, это очень действительно хрупкий процесс, когда ребёнок пытается становиться самостоятельным. И в этой части самое главное бережно сопровождать этот процесс. Вот. Чтобы с одной стороны помочь, а с другой стороны не вмешаться в него. Это очень тонкая грань. И её только можно как бы чувствовать и вот вокруг неё идти. И самый важный как бы итог в этом, да, как рекомендацию дать родителям, в том, что чувствовать. То есть только ощущение, что вот ты вот на такой грани, на таком острее лезвии находишься, что вот ни вправо, ни влево, вот так вот ты идёшь по нему. И это очень интересный процесс. И сопровождать вот ребёнка именно в таком процессе самая главная задача родителя. Да, я хочу сказать, что процесс-то не слишком долгий. То есть, грубо говоря, в 14-16 лет ребёнок уже, грубо говоря, птенец вылетел из гнезда, да. Ну, допустим, мой опыт в 14,5 лет, я уехал от родителей сюда учиться в Тверь. Поэтому не думайте, что завтра вы сможете его научить самостоятельности или помочь ему в чём-то. У вас совсем мало времени. Ну что, пришло время нашей рубрики «Время советов». Мы анонсируем наши программы в эфире «Пилот-радио» и на портале «Твериград». Вы можете нам написать и в нашу официальную группу ВКонтакте, группу «Пилот-радио» и на портале «Твериград». А также можете прислать свой вопрос на наш номер ватсап плюс семь девятьсот двадцать шестьсот девяносто три пятьдесят четыре восемьдесят два. Как раз нам пришёл на ватсап такой вот вопрос от Маргариты. Ребёнок четыре года постоянно хочет что-то делать сам. Причём не то, что хочет, а прям требует. Мне кажется, что первым его словом вообще было не мама, а сам. Но каждый раз что-то случается. Я стараюсь всегда присматривать. Ни в коем случае не оставлять одного. Но у нас, как в поговорке, руки не с того места растут. То разобьёт посуду при мытье и порежется. То уронит книгу на ноги и пойдёт кровь. То, вытирая пыль, он каким-то образом умудряется выронить тряпку и подскользнуться. Ну, то есть постоянно в порезах и синяках. Расстройств координации движения у него нет, мы проверяли у специалистов. В садике на нас уже косо смотрят. Мы постоянно с травмами. Запрещать ему что-то делать. Но я хочу вырастить морально нормального мужчину, а не инфантильного мальчика. Но удачей и ловкостью нас, к сожалению, обделили. Вот такой вопрос нам прислала Маргарита. Ей требуется совет. Что вы посоветуете? Мне кажется, это вполне нормально. И ребёнку можно просто подсказать. Не показать на примере, потому что он может просто сказать, нет, я сам при такой ситуации. А именно сказать то, что там, когда, допустим, если он тряпку уроняет, когда он куда-то её кладёт, и она падает, если так, допустим, сказать, что класть тряпку можно в другое место или посоветовать, как вы это делаете, но главное не говорить, как вы всё абсолютно делаете. Ну, просто некоторые советы, возможно, помогать. И про инфантильность, надеюсь, я правильно сказала, это не инфантильность, это как бы просто нормальное состояние, когда просто что-то не получается, и всё. Ну, что скажут эксперты с более обширным жизненным опытом? Здесь можно сказать следующее, что когда действительно ребёнок, то есть когда мы двигаемся с ребёнком вместе в его развитии, мы не просто, скажем так, отстраняемся от этого и делай ты что хочешь, там, руби топором, ножом, там, и так далее. Нет, мы сопровождаем этот процесс, и в данном случае крайне важно обеспечить безопасность. Допустим, там он пробует ножом, там, да, что-то делать, то мы находимся рядом с ребёнком, то есть мы контролируем, то есть мы понимаем, что мы контролируем действия опасные, потенциально опасные, что он может куда-то ткнуть или что-то там резко сделать, да, но при этом мы не держим, не трогаем ребёнка, да, то есть мы находимся в высокой степени активизации, как бы как взрослые, да, то есть мы смотрим и наблюдаем за процессом и не вмешиваемся с одной стороны, но и при этом при каких-то опасных действиях, да, мы можем их предотвратить. Вот это вот тоже грань, она крайне интересная, которая позволяет ребёнку с одной стороны чувствовать то, что он защищён, да, и он находится в безопасности, и это ему позволяет действовать более уверенно, и при этом, когда у него большая степень уверенности, у него уменьшается количество ошибок, количество опасных действий и так далее. Это очень, то есть мы проводили ряд прям экспериментов, в том числе, да, с острыми предметами, то есть мы находимся рядом, и если что, мы можем предотвратить опасные действия, но при этом он спокойненько режет, вот, и у него возрастает уверенность в этом, вот, он привыкает к своему телу, и это, то есть самый главный совет, с моей точки зрения, это сопровождать этот процесс, комментировать, да, можно, то есть какие вы происходите действия, какие могут быть, и если что-то там опасное, то это предотвращать. Я, наверное, сделаю такой небольшой подытожью, да, и народную мудрость, то есть повторение мать-учение, это раз, а во-вторых, жонглерыми и акробатами не рождаются, ими становятся, поэтому пусть ребенок пробует, его сопровождаем, охраняем, и в случаях неудач, ну, понятно, что они не совсем кровавых, да, как в примере, вот, попросить или предложить ему, предложить ребенку повторить еще раз, сделать то же самое, повторение мать-учение, он будет делать, опыт будет нарастать, ошибок будет становиться меньше, все выправится. Ну, вот у нас остается буквально не так много времени, где-то минуты эфира, давайте в завершении скажем о том, самостоятельность, кто должен самостоятельность прививать ребенку, родитель, и какая роль здесь школы, какого-то образовательного учреждения, школы и детского сада? Вы знаете... Я хотела дополнить про акробатов, может, немного не вовремя, но все, я же хотела бы дополнить, то, что, в принципе, им можно родиться, конечно, не идеально, но у ребенка, может быть, там больше таланта к этому, но этот талант, даже родившись без таланта какого-либо, можно так же делать, если научиться этому. Ну, и давайте вернемся к самостоятельности и роли родителей школы. Вот лично мое мнение, что формирование и характера, и самостоятельности, как одно из черт характера, формируется вот как раз до того момента, и дальше продолжает формироваться, но уже более самостоятельно, на каких-то рефлексивных вещах у человека. Вот как раз до момента 14-16 лет, может, у кого-то чуть старше, когда идет вот отлучение, грубо говоря, не отлучение, извините, неправильно сказать, расставание с семьей, ну, такое социальное, когда ребенок хочет быть один и самостоятельно все попробовать. И в этот момент с самого рождения, как родители, как окружающие, как школа, как детский сад, все влияют на установки характера человека. То есть нельзя чью-то роль как-то уменьшить. Ну, скажем так, если мы в детском саде с ребенком проводим мамы, по крайней мере, или, да, чаще всего мамы проводят максимальное количество времени, то в школах ребенок уже становится, во-первых, самостоятельно и с друзьями гулять, особенно старшие классы после пятого. И в первых классах мама уже работает, папа работает, и ребенок остается либо в продленках, либо с бабушками, с тетями и со всеми остальными. То есть очень большой... Артему очень коротко. Да, коротко. Но я могу коротко сказать, что, например, касается именно самостоятельности, да, и мотивации, то современная школа, конечно, в этом не помогает. Даже наоборот, что... То есть, пример с Белинским. Да, 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 что очень сильно этому мешает, и что касается именно даже мотивации, то мотивация исчезает у детей в школе, и это практически все родители наблюдают. Предлагаю следующую передачу разобрать прям и не останавливаться. У нас эти темы очень прям вот связаны. Я напомню, это была программа «Время и дети». Видеоверсию сегодняшнего выпуска программы можно найти на портале Твериград. Но слушатели Пилот-Радио и читатели портала Твериград могут предложить также и свои варианты тем для обсуждения в следующих программах. Или, может быть, у вас что-то волнует или тревожит, как сегодня нам написала Маргарита. В поведении вашего ребенка вы не знаете, что делать, или вам нужен совет профессионалов, пишите нам на WhatsApp номер плюс семь девятьсот двадцать шестьсот девяносто три пятьдесят четыре восемьдесят два. До следующей среды. «Время и дети». Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети».